Всем привет! Это подкаст IT-чаттер и у нас в гостях сегодня Иван Бондаренко, специалист по машинному обучению и искусственному интеллекту, а я Александр Гранин. Привет, Иван! Привет, Александр! Сегодня у нас очень много интересных тем. Это здорово, люблю интересные темы. Да. Ну давайте сперва начнем с того, что Иван расскажет о своем пути к карьерам или что-то тебе больше нравится. Вот что ты про себя расскажешь. Ну, Александр меня уже немножко представил. Собственно, я увлекаюсь машинным обучением. Это одно из моих основных интересов. Началось это давно, в 2005 году. Я на четвертом курсе университета учился. И у нас был такой предмет системы искусственного интеллекта. И одновременно с этим еще один предмет организации функционирования ВМ-систем. Звучит загадочно, но на самом деле под этим названием скрывались нейронные сети. И эти два предмета мне так понравились. Их читал один и тот же преподаватель, что прямо очень романтично звучит. Система, которая автоматизирует мышление человека. И я решил сделать курсовую на эту тему. Программу, которая играет в шахматы и оценивает позицию с помощью нейронных сетей. Моделирует мышление шахматиста, интуиция и тому подобные штуки. И вот с тех пор я увлекся. Я подошел потом к этому преподавателю и говорю, вот можно к вам пойти на диплом. Я сделал шахматную программу, которая выиграла у другого преподавателя, который ее принимал. Он говорит, ну да, это конечно классно, но давай мы займемся более практически полезными вещами. Например, распознаванием речи. И вот, собственно, с тех пор мои основные увлечения это распознавание речи, компьютерная лингвистика, применение машинного обучения в этих областях. Не только, конечно, но прежде всего. Потом я остался после окончания университета на кафедре. Учился в аспирантуре. Преподавал студентам. Тоже оказалось очень увлекательное занятие. Но в 2013 году я решил немножко поменять свою жизнь и перешел в IT-индустрию просто системным программистом на CIC++. Никакого искусственного интеллекта, никакого машинного обучения, но меня надолго не хватило. Мне хватило 11 месяцев, и я решил обратно вернуться. И переехал, это было все далеко, почти за 4000 километров отсюда, в Донецке и в Киеве. А в 2014 году я переехал в Новосибирск в компанию 2GIS, где, собственно, мы с Александром познакомились. И на позиции специалиста по анализу данных. Мы занимались вопросами, связанными с анализом текстовых данных, прежде всего текстовых, методами машинного обучения. Потом я в разных местах работал. В 2018 году я перешел в московский физтех, удаленно, не уезжая из Новосибирска, в лабораторию Бурцева, в проекте Павлов, а также в компанию Data Monsters, которая была индустриальным партнером физтеха. И она внедряла всякие вещи, связанные с чат-ботами, с диалоговыми системами, с анализом текстов. А в 2020 году я понял, что удаленная работа – это все-таки тяжело, хоть и в таком замечательном коллективе. Преимущество ты теряешь, все равно ты один. Хоть ты и в лаборатории, ты один. Я решил перейти в наш университет на постоянку и в компанию Huawei. Меня как раз тогда пригласили в качестве руководителя команды, связанной с машинным обучением. Но в Huawei мы занимаемся не текстами, не речью, а автоматическим машинным обучением. То есть приближаем тот день и тот час, когда Data Science будет без Data Sanctist, чтобы там все автоматически алгоритмы настраивали. Алгоритмы, которые настраивают другие алгоритмы, которые уже обучаются. А в университете я по-прежнему занимаюсь вещами, связанными с текстами, с речью, учу лингвистов. Я, собственно, старший преподаватель кафедры фундаментальной партнерной лингвистики. Когда я был в Донецке и занимался распознаванием речи, мне просто остро не хватало общения с лингвистами. Поэтому те вещи, которые меня интересуют, одной только математикой и программированием не решить. Необходимо все-таки взаимодействие с людьми, которые изучают язык профессионально. Сделали это своей профессией. Это лингвисты. И вот здесь, в университете, я вот эту острую нехватку общения с лингвистами компенсировал. Ну и в целом стараюсь сделать так, чтобы Data Science был более-менее открытым. Потому что открытая наука – это правильная наука, это воспроизводимая наука. У нас есть сообщество Open Data Science, наверное, самое большое, одно из самых больших в мире и уж точно самое большое русскоязычное сообщество по машинному обучению и анализу данных. По мере сил и свободного времени, которым, к сожалению, мало, участвую в жизни Open Data Science в Сибири. Вот у меня футболочка даже есть, соответственно, еще дематическая Open Data Science. Ну как-то так, если вкратце. Слушай, а ты в какой год изучал машинное обучение или искусственные нейронные сети в университете? Это какое время было? Ну вот, начиная с 2005-го, эта тема уже была у нас в университете. Мы тогда ни на каком питончике это все не делали, на C++ писали. Потом, как раз, когда появилась эта тема в неграфических вычислений, на графических картах, то тоже на C, подможестве C для CUDA. Опять-таки, ни TensorFlow, ни поиторча, ничего, вот все до C. Я, собственно, с C++ на питон перешел только в 2014 году, когда в Догис переехал. Так получилось, что я знаю C++, еще один парень в команде знает R, еще один парень знает питон. Мы решили, что все-таки надо какой-то найти то, что нас объединяет, и это оказалось питоном, потому что у питона больше всего библиотек для ML, соответственно, проще прототипировать и так далее. Вот я вспоминаю свой университетский курс по искусственному интеллекту. Это тоже был примерно 2005-2007 год, и в то время же еще не было настолько разнообразной теории нейронных сетей, и не было настолько разных архитектур и применений. Ну, я помню, максимум, там какие-нибудь ассоциативные нейросети были. Что вам рассказывали? Ну, нам рассказывали, в принципе, теория, она появилась достаточно давно. Но полноценные многословные нейронные сети, теоретически произвольные структуры, они в 1986 году появились после того, как Румельхарт и сотоварищи публиковал свою известную работу, где переоткрывал ритм обратного распространения ошибки. Чуть позже Ян Лекун, тогда еще молодой аспирант, предложил свою архитектуру, которую позже назвали сверточные нейронные сети, и это все уже было. Другое дело, что те сети не были глубокими в современном их понимании, но, тем не менее, они были многослойными, они могли решать разные задачи, и нас обучали их программировать с нуля. У преподавателя, Олег Иванович Ведяев, у нас был преподавателем, замечательный человек, он говорил, что в соответствии с тем, как это представлял Галушкин Александр Иванович, один из отцов, основателей советской нейроинформатики, что есть три типа задачи, формализуемые, трудноформализуемые и неформализуемые. Формализуемые задачи, например, задачи типа найти корни квадратного уравнения, есть простая формула. Трудноформализуемые задачи в терминологии, в понимании Галушкина, это задачи, для которых не существует точных алгоритмов, но есть итеративные алгоритмы. А неформализуемые задачи, это задачи, которые вообще не сформулированы в виде какой-то формальной постановки, а только в виде набора примеров. Компьютерное зрение, распознавание речи, просто есть набор образцов. И нейронные сети, с его точки зрения, эффективны не только для неформализуемых задач, а в том числе для трудноформализуемых и даже формализуемых, таких как, например, обращение матриц. Только это может быть реализовано эффективно распараллеленным образом в нейросетевом базисе. И вот у нас были лабораторные, где мы всякие вещи типа сортировки на нейросети делали, матрицу обращали. А чуть потом, уже где-то к середине, у нас большой лабораторный курс был, мы уже начали распознавать рукописные цифры, прогнозировать временные ряды. Но в основном у нас курс был посвящен многослойным нейронным сетям. Если кто-то интересовался этой темой и решил идти на дипломную к этому научному руководителю, то там уже были сверточные нейронные сети, неакогнетроны. Тогда еще эта тема была популярна. Неакогнетрон Фукушима, это, наверное, самая исторически первая, по-настоящему глубокая нейронная сеть. Еще в 80-х годах японский исследователь Фукушима предложил модель, которая похожа на сверточную нейронную сеть Лекуна, только она более, скажем так, большая, более громоздкая, чем тогда была сверточная сеть Ленад-5. И обучалась она в ансупервайзит режиме. Но она как раз моделировала особенности зрительных краев головного мозга, пыталась моделировать и распознавала изображения. Вот это тоже тема были дипломных. То есть базовый курс это многослойные нейронные сети и еще немного нечеткой логики, фазе лоджик. Это тоже тема, которая была тогда еще популярна. Сейчас с развитием дип-леунинга другие направления искусств интеллекта как-то стали не такими востребованными. Но тогда это было тоже. А если ты шел на диплом, дальше интересовался, то уже там какие-то специализированные архитектуры мы разбирали. Вопрос, связанный с ансамблированием тоже. Меня тогда уже интересовали ансамбли нейронных сетей Deep Ensembles. Это то, что сейчас очень популярно, потому что они позволяют делать решения более устойчивыми к состязательным атакам, к сдвигу данных. Либо глубокие ансамбли, либо их аппроксимации, например, байсовскими нейросеточками. А тогда это тоже было еще не сильно популярно, но тем не менее я там пытался фонемы распознавать ансамблями многослойных пресепторных и так далее. Но здесь вот, конечно, хочется уточнить, а что такое глубина нейросети? Ты вот говоришь, что не такие глубокие были. Мне не очень понятно, что это значит. Нейронная сеть – это штука, которая многослойная. То есть там есть нейрончик. Нейрончик – это очень простой элемент. Там фактически только блоки произведения, компоненты входного сигнала, вектора входного сигнала, на компоненты вектора весов. Потом это все суммируется в сумматоре и некое нелинейное прообразование функции активации делается. Очень все просто. И сила нейронов в единстве, что их много, они организуют некую иерархическую структуру. В одном слое нейроны работают параллельно, независимо друг от друга, обрабатывая один и тот же входный сигнал, но каждый по-разному, своими весами. А потом выходы нейронов одного слоя становятся входами для нейронов другого слоя, третьего, четвертого и так далее. И таким образом нейросеть образует какую-то суперпозицию простых нелинейных функций. Есть теорема, которая доказывает, что двухслойный персептрон является универсальным аппроксиматором любой, сколько угодно сложной нелинейной функции. Это теоретическая основа, которая позволяет нейронным сетям работать. Но для этого им нужна глубина. То есть глубина – это количество слоев. Как минимум, один скрытый слой позволяет решать линейно неразделимые задачи. То есть такие, которые нельзя плоскостью в признаковом пространстве решить без ошибок. А трехслойный персептор с двумя скрытными слоями, он универсален. В принципе, может все. Но на практике не всегда понятно, как обучать трехслойный персепторный, двухслойный, сколько нейронов делать. На практике иногда выгоднее сделать более глубокую нейронность с большим числом слоев, там 5, 10, 100 слоев. Но со специальной архитектурой. Она, например, неполносвязная. Не все нейроны одного слоя связаны со всеми нейронами предыдущего. Или там поменьше нейронов сделать более узкую, более глубокую. По-разному. И глубина как раз именно – это количество слоев. Когда мы говорим о глубоком обучении или о глубоких нейронностях, мы намекаем, что они очень многослойные. И в этом, на мой взгляд, основное преимущество дипленинга. Почему он стал очень популяренен? Потому что выяснилось, что вот эти вот иерархические, иерархически организованные слои, они выделяют иерархически усложняющиеся системы признаков, признаковое пространство. То есть каждый следующий слой, он какое-то преобразование делает и порождает новое признаковое пространство. Они все более-более сложные и все более-более задачно ориентированные к концу нейронной сети. А к началу они более общие. Например, если мы говорим о компьютерном зрении, то первые слои сверточной нейронной сети выделяют какие-то простые графические примитивы, там черточки, кружочки. А чем дальше мы идем в глубокое сверточное сети, тем более сложные объекты композируются из этих более простых. И вот это свойство замечательное позволило сделать transfer learning, перенос обучения. Вот это вот transfer learning, то, что, на мой взгляд, принесло основной успех нейронным сетям по сравнению с другими алгоритмами машинного обучения. Мы смогли обучать нейронную сеть на одних задачах, которые мы не хотим решать, но для которых есть много данных. А потом убираем последние слои, оставляем все предыдущие, которые выделили какие-то общие признаки, не для одной задачи, а для целого класса задач. И берем из этого класса уже ту задачу, которая нам нужна, но для которой, к сожалению, мы датасет собрать не можем большой. Да, обучаем и получаем хорошее устойчивое решение. Вот этот перенос обучения за счет своей иерархической организации глубины можно реализовать в нейронных сетях. Этим обусловлен их успех практически во всех сферах. В компьютерном зрении, в распознавании речи, в анализе текстов. Ну, кроме обработки разве что структурированных табличных данных, там по-прежнему популярны ансамбли деревьев решений, всякие гардиетные бустинги и прочие вещи. Но вот последние годы публикации тоже показывают, что, скорее всего, и революция диплёнинга достигнет и вот эту область табличных данных. Слушай, а это интуитивно как-то выбирается? Там количество слоев, сколько надо входных сделать, ну, сигналов там, какие сигналы вообще принимает нейросеть? Как правило, это, во-первых, исходя из специфики задачи определяется. Во-вторых, ряд архитектур, он нейрофизиологически обусловлен. То есть, тот же Ян Лекун смотрел, как устроен, изучал, как устроена зрительная кора головного мозга кошки. Вот, собственно, и его вдохновила вот эта идея, там, рецептивных полей, параллельной организации клеток на разных уровнях. И вот он предложил вот свою концепцию сверточных нейронных сетей. Конкретные гиперпараметры подбирать, ну, тоже, исходя из интуиции исследователей. Например, первая, Линет 5, у Яна Лекуна была достаточно простой. Она решила задачу распознавания рукописных цифр на конвертах. Люди пишут индекс на почтовом конверте. И потом почтальон смотрит на этот индекс, думает, что семерка это единичка, и в результате конверт уходит не туда. Необходимо было какую-то автоматическую сортировку сделать, чтобы исключить фактор усталости, фактор ошибок человека. И там задача простая. Соответственно, была интуиция тоже. Первый сверточный слой выделяет какие-то простые графические примитивы, разные типы черточек. Второй сверточный слой их уже объединяет в фигуры геометрические. Потом третий полносвязанный слой уже общее, задачно-ориентированное какое-то преобразование делает, наконец, классификация. То есть, такого рода интуиция была. Сейчас, в последние годы, стало популярно направление автоэмейля с нейронных сетей. Человек может ошибаться, в том числе проектировщик нейронных сетей, опытный проектировщик нейронных сетей. Соответственно, сколько слоев, какие типы связи между слоями, сверточные, внимание, рекуррентные связи, что там нужно, или какие-то скип-коннекшны, может определять алгоритм. Раньше автоэмейль, когда только это возникло, был доступен таким гигантам, как Google, у которых огромное количество ТП-ушечек запускают, оно там месяц считает и находит архитектуру. Но последние публикации упрощают эту задачу. То есть, там можно ограничивать перебор специальными юристиками и находить достаточно быстро более-менее оптимальную архитектуру нейронной сети, решающую конкретную задачу. Если мы возьмем задачу внутреннего зрения, всем известный ImageNet, всем, кто занимается этими вещами, то там одна из архитектур последняя, так называется NASNet, Neural Architect Search. Neural Architect Search – это как раз автоэмейль для нейросеточек. Нейросеть полностью была автоматически синтезирована. То есть, у нас уже какой-то такой следующий мета-уровень, так сказать, нейросети, которые работают на создание других нейросетей. Да, да. Слушай, а как стало известно, что вот у тебя есть там 10 слоев, вот второй там скрытый слой делает вот это, вот обобщает, да, третий использует это, чтобы как-то конструировали. Как это узнали? Там же чиселки, там же веса, там же нету именно образов. Это хороший вопрос. В общем-то, критики нейронных сетей так и говорят, что вот ваша нейронная сеть, черный ящик, там непонятно, что это за чиселки. Вот. В общем случае, когда мы говорим о многослойной нейронной сети, это действительно так. Интерпретировать такую сеть сложно, но попытки предпринимаются. Если мы говорим о специальных архитектурах нейронных сетей, типа сверточной нейронной сети, там задача упрощается, можно визуализировать ядра свертки, можно визуализировать вот эти карты признаков, когда мы подаем конкретный сигнал. Собственно, ядра свертки и карты признаков. Почему карты признаков называются картами признаков? Это фактически сверточный слой, это части сверточного слоя. Нейроны в одной карте признаков видят разные фрагменты входного объекта, изображения, например, и у них общая матрица весов всех. То есть, они видят каждый свой кусочек изображения, но обрабатывают его одинаково. Таким образом, каждый из нейрончиков одной карты признаков выделяет один и тот же признак в разных местах изображения. Реализуется операция свертки, дискретной свертки, двумерной. И, по сути дела, вот какой вес, какие веса у этого рецептивного поля будут, собственно, такой признак и выделяется. Можно их визуализировать, тепловую карту этих кусок построить и посмотреть. Ага, вот тут черточка выделяется, вот тут что-то более абстрактное. Подобного рода вещи для совершенной сети делаются. Последние годы, начиная примерно с 17-18 годов, популярна нейросети с механизмом внимания, так называемой трансформерой. Там тоже можно их интерпретировать, визуализируя эту матрицу внимания, сигналы, которые определяют контекст для каждого из элементов, последовательность с учетом всех остальных элементов. То есть, на что обращает внимание нейронная сеть, слой нейронной сети при обработке конкретного элемента последовательности, на какие еще. Вот. То есть, там есть ряд вещей. Есть методы черного ящика, когда мы вообще не пытаемся как-то учитывать архитектуру, нюансы алгоритма, а что-то вроде shape values, применяемость теории игр. Но там есть ряд методов. Сейчас действительно люди осознают, что недостаточно сделать нейросетевой алгоритм, который бы работал хорошо. Нужно сделать так, чтобы алгоритм мог объяснить, почему он работает хорошо. Либо же, вот еще одно важное направление, алгоритм должен уметь сомневаться в себе. Вот когда мы говорим об умном человеке, мы предполагаем, что этот человек осознает границы своей компетентности. То есть, он понимает, что он умный в одном, а в другом он слабо разбирается. В пределе это, как говорил Сократ, я знаю, что ничего не знаю. И вот алгоритм тоже должен уметь такое поведение моделировать. То есть, если ему пришли данные, условно говоря, другой генеральной совокупности, он должен сказать, эй, нет, друг, я, конечно, спрогнозирую тебе, дам прогноз или распознаю, но я в этом не уверен. Ты уж перепроверь. И это тоже очень важное направление, делать такие нервные сети, которые умеют сомневаться и отказываться от распознавания, если что-то не то пришло. Например, данные из другой генеральной совокупности, то есть, метеоданные. Допустим, мы учились на метеоданных из теплых климатических поясов, а тут вдруг мы на холодных климатических поясах работаем. Либо много времени прошло, какие-то климатические закономерности изменились. Либо, если мы говорим о финтехе, там законодательство поменялось, по-другому начали собирать данные. Также частным случаем этой проблемы являются соответствительные атаки, когда мы пытаемся минимальными изменениями, минимальными с точки зрения человека обмануть нейросеточку. Хорошая нейронная сеть умеет сомневаться и ее так просто не провести. А плохая нейронная сеть не умеет. Соответственно, известная работа Яна Гудфиллоу, когда мы взяли, небольшой шум наложили на картинку с гиббоном и получили панду. Нейросеточ сказал, о, это панда, все точно. Создавайте хорошие нейросети, плохие не создавайте. Да, конечно. Да, вот там есть такая еще смежная история про генеративные нейросети, где есть нейросеть, которая содает лица и другая, которая критикует. Вот это что за история? Ну, эта история достаточно интересная. В рамках генеративного подхода есть ряд нейронностей, не только вот эти ганы генеративно-соцедательные сети. Есть еще мои любимые вариационные автокодировщики, там тоже такая же тема похожая. Одна подсеть генерирует объект из некого небольшого множества латентных факторов, порождающих этот объект, а другая пытается найти такие параметры тех латентных факторов, которые приведут к самому лучшему порождению объекта. Латентные факторы это случайные величины. Здесь как раз добавляется случайность работы нейронной сети. Латентные факторы это некие случайные величины, как правило, нормальные, с определенными смотрожиданием и дисперсией. Мы из них сэмплируем объект. Ну, например, когда мы пишем какую-то цифру, что может влиять на написание цифры? Ну, допустим, ручка, которую мы выбрали, там, черные, там, или синие чернила, там, жирная она, или, там, тоненько пишет, настроение наше, там, рука у нас дрожит, или нет. Короче, небольшое количество латентных факторов. А порождается объект, который задан высокоразмерным признаковым пространством, яркостью пикселей, растровой матрицей. Соответственно, вариационный квадировщик пытается породить вот этот вот объект во всем многообразии низкоуровневых признаков только на основе небольшого количества латентных факторов. Он пытается их найти. Но, какие параметры этих латентных величин влияют на порождение объекта, это другая часть нейронной сети помогает. Подобного рода вещи они себя показали хорошо в некоторых задачах. Например, вариационный квадировщики легли в основу известной нейронной обороны, которую Ямщиков со своими коллегами разработал. Гражданская оборона Летова взяли в вариационный квадировщик, обучили на текстах и на музыке. И, собственно, он стал синтезировать что-то в стиле гражданской обороны, только свое. Назвали это нейронной обороны. Вариационный квадировщик используется для других задач, в рекомендательных системах тоже. То есть, человек может себя вести по-разному, это проявляется во множестве транзакций. Но глубинные причины, которые влияют на его поведение, их, как правило, небольшое количество. И вот мы пытаемся обучить вариационный квадировщик, чтобы найти эти глубинные причины, латентные факторы, мы их моделили латентными факторами, и дальше мы можем использовать это для генерации наиболее оптимальных рекомендаций. Пожалуй, мне кажется, если мы говорим об этой теме вариационных квадировщиков, это сейчас самое популярное направление в применении рекомендационной системы. А ГАНы, если вернуться к ГАНам, они в компьютерном зрении применяются чаще, чем в АЕ вариационных квадировщиках, потому что они генерируют более четкое изображение. Как я уже сказал, вариационный квадировщик, он по своей природе байесовский, то есть там вот эта величина не случайная, и генерация получается немножечко размытой, как будто мы снимаем видео или там фотографию чуть-чуть не в резкости. А генеративно-светательные сети, они позволяют синтезировать более точные вещи. Тоже, в принципе, вот когда две сети соревнуются между собой, одна пытается синтезировать объект, который обманывает другую нейросеть, другая нейросеть должна распространять обман, там тоже фактически выделяется нечто вроде наиболее значимых факторов, влияющих на генерацию. Дальше можно эти факторы использовать для того, чтобы генерировать, переносить стиль, стайл-трансфер делать, например, в изображениях, какие-то эффекты генерировать и тому подобные вещи. Другое дело, что процесс обучения такого рода генеративно-сетей тяжелее дается, чем у рационных кодировщиков, но тем не менее эти проблемы решаются. Есть еще интересное направление у генеративных сетей, это ZeroShot Learning для классификации. В чем идея? идея в том, что классическая обстановка классификации нейросеточка. Пожалуйста, распознай мне, где кошечка, где собачка, где лошадка. Как правило, для того, чтобы такую нейросеть обучить, нам нужны картинки кошечек, собачек, лошадок. Но мы можем хотеть странного, мы можем захотеть внезапно распознать зебру. А вот фотографий зебр у нас нету, мы должны ехать в Африку, там в саванну, чтобы там зафотографировать. Денег у нас на саванну нет, допустим, там или времени нету. Что делать? Ну, мы знаем, что зебра это полосатая лошадь, которая живет в саванне. Может ли алгоритм по такому описанию класса, без примеров этого класса, его распознать? То есть ZeroShot Learning, обучение на нулевой обучающей выборке. И вот тут как раз нам на помощь приходят генеративные модели, либо ГАН, либо ВАЕ. Мы можем обучить, можем представить задачу классификации по-другому, как задачу найти общее семантическое представление для двух модальностей. Модальности картинок и модальности классов. Класс, это, как правило, какое-то текстовое описание картинки, либо набор атрибутов. То есть лошадка это четыре ноги, грива живет в степи, а зебра это четыре ноги, полосатая шкура живет в саванне. И алгоритм может находить общее семантическое пространство между модальностями объектов картинок, модальностями классов. То есть понимать, что вот эта вот штука, у которой четыре ноги, копыта, грива, это, скорее всего, что-то либо типа лошадка или близкая. Когда мы потом задаем описание зебры, без единой картинки зебры, она уже понимает, что на изображении, в модальности изображения является ключевым для того, чтобы распознать как что-то близкое к лошадке, но специфицированное в виде зебры, что у него полосатая шкура, в отличие от лошадки. Живет он а не в степе, а в саванне. Вот это вот тоже интересное применение генеративных моделей не собственно для генерации, а для классификации, но с нулевой обучающей выборкой либо с очень малой обучающей выборкой фьюшоп-ленинг. Слушай, ты так вот рассказываешь, это все очень насыщенно какими-то теоретическими знаниями и, видимо, математикой. И насколько действительно много нужно знать из разных областей, чтобы заниматься нейросетями? Ну, смотря на каком уровне, если заниматься, чтобы применять нейронные сети для решения прикладных задач, то там больше программирования нужно знать, потому что сейчас развиты очень фреймворки для разработки нейронных сетей. Это раньше надо было сидеть там на C изобретать самому. Я когда делал диссертацию про распознавание речи, я на C++ написал себе сначала фреймворк с нейросеточками, а потом с его помощью эксперименты делал. Сейчас уже этого не нужно. Есть TensorFlow, есть PyTorch, есть рецепты готовые, есть предобученные модели, то есть я уже говорил в начале нашей беседы, что перенос обучения и трансформирование это сила нейронных сетей. Вот есть предобученные модели, которые стоит только дообучить на своих задачах. То есть здесь сильно погружаться в математику нет необходимости. Но если перед вами стоит задача какая-то принципиальная, вы хотите придумать новую университетную архитектуру, какой-то класс задачи решить с помощью нейронных сетей, сделать state of the art. Многие исследователи, например, задачу распознания решают, а вы хотите не просто сделать такую, которая будет лучше всех в мире. То есть здесь без математики, без погружения не обойтись, безусловно. И, ну тут еще такой момент есть забавный. На самом деле искусственный интеллект нейронные сети нейронные сети это наука во многом экспериментальная. И у чистых математиков же есть небольшая правдеформация, допустим, математики. То, что для них важным являются какие-то модельные задачи и теоретически доказуемые. И точно решаемые. Да, точно решаемые. И здесь возможно опыт, скажем так, мировосприятия физиков или представителей естественных наук он гораздо лучше ложится на современное машинное обучение, чем опыт математиков. Вот это же Ландау говорил, что есть науки естественные, есть неестественные, есть противоестественные. Вот, собственно, искусственный интеллект и нейронные сети это ближе к естественным наукам. То есть мы выдвигаем какую-то гипотезу о том, что вот такая архитектура, она важные свойства класса задач моделирует, но мы должны это проверить экспериментально. Доказательством в нейронных сетях является эксперимент, а не какая-то теорема там красиво доказанная во многом. И вот здесь необходимо экспериментировать, безусловно. Слушай, а как математики относятся к тому, что вы обращали матрицы нейросетями? Ну, нормально. Они же скажут, нет, но у вас какая-то начальная выборка для обучения может и подгонит вашу модель. Там даже решалась задача не с помощью машинного обучения. Там нейросети это чисто как некий фреймворк для распараллеливания использовался. То есть мы в терминах нейронных сетей описываем задачу обращения матрицы, дальше это можно реализовать на ПЛИС, допустим, или на каком-то другом параллельном устройстве, это будет просто очень эффективно. Задача даже без обучения. То же самое сортировка. Сортировка там решалась забавной трехслойной нейронной сетью. Фактически если она честно распараллеливается, то это от единицы время получается. Потому что никак размер массива не влияет на скорость сортировки до определенных пределов. Потому что мы естественно синтезировать бесконечный размер нейронной сети не можем. Мы ограничиваемся когда мы аппарат реализации делаем. Если мы говорим что у нас сортируются массивы до какого-то длины, то все длина не влияет на скорость впечатления. Все параллелится честно. Но такого рода приемы. То есть без обучения просто в нейросхемобазисе в рамках нейрокомпьютера какого-то. Либо программируемой логической интегральной схемы FPGA. Вот так вот. Слушай, а как ты относишься к дипфейкам? Нормально я отношусь к дипфейкам. Забавная область применения нейронных сетей. Ну это борьба брони и снаряда что называется. Безусловно что такие теоретически интересные вещи генеративно-сострелительные сети могут применять для генерации дипфейков. Другие нейросети могут распознавать дипфейки. Тоже достаточно большое направление анализ фейкового контента сейчас есть. Текстового, картиночного. Я больше, конечно, ближе к текстам, потому что у меня больше задач с этим связаны. Но тем не менее, ну такая жизнь. Да. Вот можно синтезировать что-то забавное. Например, мы с моими студентами в 2018 году участвовали в соревновании Сбербанка классика AI. надо было сгенерировать стихотворение в стиле одного из пяти русских поэтов. Это Пушкин, Тютчев, Есенин, Блок, Маяковский, но на любую произвольную тему. Тема в виде какого-то высказывания на естественном языке описывается. что бы, например, Пушкин написал про авторегрессию нейронными сетями. Понятно, что он даже не знал, что такое авторегрессия. Или что бы, допустим, Блок сказал про чемпионат мира по футболу в России. Вот такого рода вещи. Это забавное применение. Такого рода синтез может использоваться для более эмоционально насыщенных, более естественных ответов бота в диалоговых системах. А может злообушниками использоваться. Злообушники всегда найдут чем пользоваться, если будут злообушники. Видимо, нам нужны будут какие-то технологии в будущем, которые позволят нам каким-то образом это все отсеивать, потому что можно компромат на любого создать таким образом. Ну да, но с другой стороны, я думаю, понятия доказательства будут просто меняться. Просто цифровая видеозапись в интернете не будет восприниматься как доказательство того, что это действительно так, я полагаю, или какая-то новость. В плане новостей есть целый класс задач, генерация фейкового контента, распознавания, как и чисто лингвистические методы, то есть попытка сделать алгоритм, который бы чисто из текста выделял, что вот этот текст фейковый, может быть слишком эмоциональность выраженная, какие-то переходы на личности и так далее. Или с помощью какой-то дополнительной картины мира. Я могу предположить, что, например, два факта, то, что Земля покоится на трех слонах и Земля является шообразным телом в космосе. Они могут написаны быть в одном стиле, но применение какой-то внешней базы позволит детективировать. в одном случае фейк, в другом случае не фейк. Это тоже выглядит как решаемая задача, ничего фантастического нет. Я уже сказал, соревнования брони и снаряды. Да, мне это знакомо, потому что мой диплом проект тоже был связан с нейросетями, я сделал некую программу, которая распознавала авторство текста, загонял в нее произведения русской классики. И как? Работала так себе, не было времени по-настоящему хорошую тренировку нейросети, хорошую архитектуру, но это была интересная работа. Не было никаких синстационных филологических открытий сделанных у тебя. Шолохов автор Тихого Дона. Некоторые программы используются для того, чтобы на наборе фотографий распознавать лица. Наверное, какие-то нейросети внутри используются. Но Дима привел нам пример, что у него есть школьная фотография, в которой нейросеть находит пять Дим внезапно. И Дима считает, что это невозможная ситуация. И он спрашивает, ну а как нейросеть может понять, что это фотография, например, со школы, а не просто там натыканный один человек. И что это школа, фотография общая, это дополнительная информация, это контекст. Вообще можно как-то нейросеть научить захватывать дополнительную информацию извне, так сказать. Ну у меня сразу тогда вопрос, не знаю, к Диме, наверное, а почему такая ситуация невозможная, что опять тебя? Это первый вопрос, второй вопрос, что такое школа? Вот такие два вопроса. Ну я предполагаю, что ты сможешь ответить, но ты сможешь ответить потому, что ты родился, вырос, ты собственно в этой школе выучился, у тебя какая-то картина мира в голове, есть внешняя. И ты знаешь, что школа это место, где учатся дети, что у наших биологических объектов, там, людей, животных не бывает копий, собственно, ну, я не понимаю, например, почему невозможно сделать так, чтобы человек был, какой-то объект был в нескольких копиях, в общем, вот. Я понимаю, почему это невозможно, но это нужно как-то объяснить нейронной сети, нейронную сеть, которая распознает лица, мы учили просто на картинках, она не знает, что такое школа, она не понимает, что такое вообще человек, как сущность, она там текстуры распознает на фотографии. Тут два варианта, либо мы должны какую-то базу знаний, кто лучший граф, граф знаний, представлять ей в формализованном виде, чтобы она его учитывала при распознавании, либо вкручивать какие-то простые эвристики, если мы не хотим делать сильно общее решение, например, что если нейронная сеть нашла несколько изображений одного и того же человека на фотографии, это невозможно, нужно выбрать наиболее вероятное, к примеру, либо же это можно как-то промоделировать опять-таки с помощью вещей, учитывающих, но тут выборку нужно подобрать. Когда мы говорим о чистом машинном обучении, без дополнительной природной информации, выносимой в виде графа знаний, либо как-то еще, то как-то некоторые шутят, что машинное обучение это способ переложить ответственность с программистом на данные. Ну и нужно подобрать обучающие выборки соответствующие, чтобы там была школа, чтобы был хороший набор там школьных фотографий, фотографии, допустим, каких-то бизнес-фотографий, на природе и тому подобные вещи. Тогда нейронная сеть будет их правильно распознавать. Либо же нейронная сеть должна уметь тоже сомневаться. Опять я уже об этом упоминал, своего любимого конька оседлаю, современные нейронные сети они очень оптимистичны. Если они принимают какое-то решение, когда мы говорим о классифицирующих нейронных сетях, то решение это распределение вероятности классов, что объект относится к тому, как к такому, к правилу, если нейросеточка что-то распознала, то она говорит, о, вот этот класс, там, Дима, с вероятностью 0, 9, 9, 9, а все остальное с вероятностью 0, 0, 0, 1, и даже если она ошибается, она будет все равно фигачить очень такую большую вероятность. Правильно было бы, чтобы нейросеть менее контрастная распределение вероятности возвращала, когда она в чем-то не уверена, когда она сомневается. Эта задача очень актуальная и для систем компьютерного зрения, и для диалоговых систем, например, когда мы классифицируем интенты, пользовательские намерения, в какой-то системе автоматической доставки, человек может что? Может выбрать товар, может назвать адрес, может назвать время удобное. Это все типы интентов, но он может также патрулить нашего бота, пытаться его пригласить на чашечку кофе, что угодно может быть. То есть количество интентов ограничено, но количество ситуаций в мире не ограничено, и система должна понимать, что что-то это out of class ситуация, это не один из интентов, и уметь это моделировать какой-то с фактором неопределенности. Это важный момент, и в этом направлении сейчас ведутся исследования, в частности конкурс, который Яндекс проводит совместно с Кембриджским и МОКСовым университетом, и сейчас это ШИФС, там три дорожки, беспилотники, машинный перевод и погода, как раз направлен на то, чтобы участники разработали не просто алгоритм, который лучше всех решает задачу, а алгоритм, который умеет сомневаться в своих решениях, в ситуации, когда данные, условно говоря, с другой генеральной совокупности приходят. Вот, например, нейросеточка обучилась распознавать лица на каких-нибудь пляжных фотках, условно говоря, а тут вдруг фоточка школьная, вот, чтобы она как-то сомневалась в своем решении и могла сделать либо откаст распознавания, либо какую-то интерактивную связь с человеком сделать, то есть, извини, я вот так предполагаю, но я сомневаюсь, вот, это важное направление. Ну, а что говорить, ну, если мы возвращаемся к вопросу внесения природной информации в виде кноулач-графов, опять-таки, мне сложно говорить про компьютерное зрение, но вот в задачах анализа текстов есть работы, посвященные попытке скрестить граф знаний, что-то в стиле Вернета, например, или какую-то другую онтологию, с нейронной сеточкой, то есть, вынести память из нейронной сети в формальный граф знаний, тем самым мы облегчаем нервности, она становится маленькая, не гигантская трансформера, маленькая рекурентная сеточка, и она минимальное число обращений к этому графу сделает, для того, чтобы доуточнить контекст высказывания анализируемых, потом принимает решение. Обучать такую нейросеть можно, например, с помощью обучения с подкреплением RAND Transports Learning, то есть, нейросеть должна выработать стратегию, либо она сразу дает ответ по тексту, либо она обращается один раз граф, либо два, ну сколько там надо, но не сильно много, для того, чтобы максимально точный ответ делать, потому что граф знаний это штука очень большая, полный поиск по нему нереально делать в исследовательном смысле, поэтому нужно какое-то ограниченное обращение. Вот в таком направлении работы ведутся, то есть, исследователи понимают подобного рода проблемы, просто ресерч, он, как правило, далеко впереди продакшна, то есть, когда это тот ресерч, который сейчас можно прочитать в статьях, на продакшне он может оказаться там только через год, два, три и так далее. Поэтому, Дима, подожди, оно будет нормально распознавать тебя одного, а не пять тебя. Нет, год, два, три, это прям очень быстро на самом деле, обычно там 10-20 лет. Ну, смотря сейчас в компьютер-сайенс в целом и в машинном обучении в частности, ну, диапазон не очень большой, потому что это, эти исследования, они прикладные, они достаточно чувствительно влияют на бизнес, и там стараются этот лаг уменьшить временной. Получить конкурентное преимущество. безусловно, получить конкурентное преимущество. У меня есть один вопрос, который беспокоит моих всяких разных знакомых, подписчиков и прочих. Я-то, наверное, не буду на него сейчас отвечать, но зададим вопрос эксперту. Искусственный интеллект заменит программистов? Это вопрос отличный, мне его часто задают, я даже периодически выступаю в научно-опередных мероприятиях, не только про программистов, заменят ли искусственный интеллект, вообще ли там рабочих, в целом людей, кого он заменит? Отменят людей. Да нет, он, конечно, не отменит людей. Искусственный интеллект это просто еще одно средство автоматизации. Раньше средство автоматизации что было? Лошадь, допустим. Вот мы раньше, допустим, землю мотыгой пахали там сколько там, 7 тысяч лет назад, потом лошадь упростила труд земледельца, да? Потом по мере развития земледелия стало больше какого-то продукта дополнительного прибавочного производиться, стали ремесленники, которые могли что-то делать интересное для тех же земледельцев, да? Ремесленники руками это делали. Потом начали создавать какие-то фабричные устройства, автоматический станок, который шерест там ткет и так далее. Облегчили работу ремесленника. Мы автоматизировали, мы не отменили ремесленника, мы автоматизировали работу. А вот то, что мы сейчас делаем в рамках искусственного интеллекта, это просто еще один шаг автоматизации. Да, безусловно, какие-то профессии отомрут. Ну, собственно, это уже на наших глазах происходило. У нас нету профессии фонарщика, который, человек, который ходил бы вечером зажигал фонари, там, газовые, а утром их гасил, потому что у нас фонари все электрические и управляются централизованным образом. Более того, я вот, когда маленький был, я ездил на отдых с мамой, мы там папе звонили, мы ходили в специальный переговорный пункт, барышня нас соединяла через АТС. Сейчас таких в телефонах барышня уже нету, полностью АТС автоматизированный. Профессия целая исчезла. Мы этого не заметили, никакого кризиса не произошло. Безусловно, какие-то профессии будут постепенно автоматизироваться, рутина будет автоматизироваться. Из таких нашумевших случаев это у Артемия Лебедева дизайн Иронов, дизайнер такой, который дизайн делал по заказу там всякие оригинальные штуки. Я выяснил, что это нейросеточка. Да, я выяснил, что это нейросеточка обычная была. Ну и выглядело неплохо, сложно было отличить от настоящего живого дизайнера. Не согласен вообще. Непонятно, на что она была натренирована. Опять-таки, пока каминг-аут не сделали они, никто даже не задумывался над тем. Может, такой дизайнер. Я дизайнер, я так вижу. А оказалось, что это нейросеточка. В общем, да, автоматизация идет. В частности, в автоматизации трудопрограммисты тоже идет, всякие интеллектуальные IDE-шки идут. Да банально, когда мы что-то пишем, мы же сейчас не в VI набираем текст программы, а в какой-нибудь IDE-шке, где всплывающие подсказки там идут, автодополнения. Это все, если сказать программисту вот 30 лет назад о том, что это будет, он скажет, искусственный интеллект. А сейчас это все повседневность уже. И точно так же, как сейчас идут работы, связанные с тем, как переменные лучше называть, как там автоматический рефакторинг делать это автоматический трудопрограммисты, да. На самом деле синтезировать программы автоматические по спецификациям, это светлая мечта была достаточно давно. Еще в 70-80-е годы такого рода работы проводились. У нас в СССР ТУГУ руководил профессор вопросами с автоматического синтеза программ. Более того, когда я учился в универе, у нас даже одна лаба была, у нас был курс технологии разработки ПО. Последняя лабораторная работа в рамках этого курса была про автоматический синтез программ. Нужно было написать на любом миске программирования, хоть C, хоть Pascal, хоть Java, неважно, штуку, которая бы по некой спецификации декларативной синтезировала текст программы на нужном языке. то есть, подобного рода вещи давно задумывались, и ничего плохого не будет, если это будет сделано. Просто сфера работы программиста немножечко изменится, уйдет в другую сторону, в более творческую, на мой взгляд. Ну а как насчет соревновательного момента, я имею в виду всякие разные компьютерные игры, и не только компьютерные игры, интеллектуальные игры, они разве не обесцениваются появлением всяких Альфа-Го и всех прочих? Дип-блю. Ну, собственно, Дип-блю Каспарова выиграла еще в 1999 году, люди от этого меньше в шахматы играть не стали, чуть попозже, там победа была сомнительная, в общем, вот, я помню, сам следил за этим матчем, но потом, когда у Крамника Дип-фриц выиграл, там прям все уже было, безусловно, но шахматы не потеряли свою популярность, вот проводятся чемпионаты, недавно, я не помню, год назад или два года назад в Новосибирске чемпионат России проводился в Кровеческом музее, я туда ходил, было интересно, зрители были, игры, они на то игры, что людям интересно играть друг с другом, не важно, что машины могут делать эффективнее, ну, собственно, люди, например, что? Люди любят рыбу ловить на рыбалку, ходят, а не потому, что они голодные, потом, современные большие фермерские хозяйства могут там и рыба, и мясом обеспечить, потому что это им интересно, так и здесь, люди будут играть в шахматы не потому, чтобы выиграть у машины, а потому, что им интересно сыграть друг с другом, а то, что там Дип Фритц всех побеждает или Альфа Го сильнее любого игрока в Го Планеты, не только Лисидоли, ну, бог с ним, людям-то интересно получить удовольствие от игры. То есть, можно не ждать, что роботы будут ходить за нас в походы, например. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова